Сюда Ну что, давай я скажу три слова, снимаем уже? Снимаем Коллеги, очень здорово, когда у нас в редакции гости Гостей у нас все больше и больше, все чаще и чаще Приятно, когда ко мне к Еременко приходил, волейболист Еременко Но теперь круче У нас сотрудник редакции Алексей Андронов, хорошо вам известный Привел хоккеиста Сергея Андронова И поэтому моя задача, ну во-первых, сказать спасибо, что нашли время Между тренировками, матчами, окна вырваться Ну а моя задача удалиться, потому что диалог двух Андронов Ну и конечно и коллег Спасибо А я начну с того, несколько первых минут покручу ваши фамилии То есть когда вы узнали о существовании друг друга? Да, я... Когда ты узнал о том, что есть в телевизоре Андронов? Сядь в кадр, взять в кадр, так говорим Слушай, я даже не помню Когда ты в футбольную передачу узнал? Ты узнал, что есть в телевизоре? Телевизор, наверное, знал, я думаю Что там? Нет, нет, про телевизор, я про себя просто скажу Я еще играл еще до отъезда в Америку При Немчинове При Немчинове Да, при Немчинове Мы, по-моему, с тобой Виделись Да, виделись после матча Все А тогда тот еще при Саташи Я, естественно, даже не помню Там был уже Бедрев? Нет Нет, Бедрев потом был Ну ладно Потом встретились на награждении, когда награждение в Кремле было А ты как узнал, что есть такой хоккеист? Нет, про хоккеиста я знал еще со времен молодежный сбор А потом, когда хоккеист оказался еще в любимой команде И потом был феерический совершенно матч в Ярославле 5-0, по-моему, выиграли А потом завел свифер А-а-а На хоккей теперь нельзя, потому что там написано, что в символике нельзя проходить Ну понятно Вместе с аккредитацией А вам нельзя, да? Да, то есть если с символикой, то туда В Кремле, да, вот там было прием Или нет? В Крестном Нет, подожди, мы познакомились с тобой тогда, первый раз Первый раз, да После матча какого-то Ну мы не общались долго, что-то я помню Ну а потом, да, я провернулся И мы как-то поддерживали отношения А вы знаете историю своей фамилии? Историю с моей фамилией? История фамилии какая-то? А, я не знаю Есть там кузнец или как-то там Корни уходят, вот там Эти технологии, да Я не знаю Я могу так сказать, что фамилия довольно распространенная Ну, не как Иванов, конечно Но периодически встречаются разного рода такие совпадения А, я первый раз, я не встречал В Мурманске, по-моему, был зам губернатора В какой-то скандал попал, так он еще был и Алексей Андронов А-а-а То есть я утром просыпаюсь, у меня смс Какие-то, что ты делаешь в Мурманске? В чем дело? И так далее Последний вопрос на эту тему Последний вопрос на эту тему То, что У нас вот как раз рассказывали Первый, один из первых твоих материалов в газете вышел С фотографии Хакистандрона в кружочке Тебе в Мирзоне спрашивали когда-нибудь, Алексей вопрос задали Алексей, Алексей Было такое? Нет, меня никогда не путали Понятно, честно Потому что мы с луком Хорошо Я как-то У меня был такой момент, я как-то То ли я сам что-то заходил на ютубе или сказал То ли в поисковике что-то хотел сказать То ли у меня жена что-то хотела найти какую-то статью Тоже вводила там Сергей Андронов И там сразу Ты вылез То ли статья там была Сразу То ли сюжет какой-нибудь Я понимаю на самом деле Чувство Алексея сейчас играет В молодежном ска Лысенков В коротере Я хочу следить Жду Да, жду как будет Герои интервьюса Так, ну я тебе передаю туда Что ты дал вопрос? Да Вопрос я думаю, что телу будем задавать Главный вопрос у меня такой на самом деле Вот после очень яркого чемпионата мира Который у тебя был У тебя были несколько предложений Зенхэл Причем серьезных Там я знаю в отель приезжали Там черные скауты или агенты Звали прямо на готовый контракт Там не знаю в Сент-Луис или куда-то еще Ты не захотел менять резко коррекцию Ну во-первых у меня действующий контакт Ну да Я не могу Нет Ты его продлил Ну еще после того нового года Где-то в январе прошлого года Вернее этого года в январе прошлого сезона Я не могу Во-первых У меня действующий контракт Ну так Были разговоры конечно Но это все Пока было на уровне разговоров То есть Соответственно Это и не могло дальше никуда пойти Потому что у меня опять же Действующий контракт И как бы До какого года Смесал Еще следочек То есть Этот сезон Еще один А Как-то Олимпиада И вот эта история Как-то повлияло на решение продлить контракт? Нет На самом деле Нет На самом деле Так даже еще не было этого решения Ну о нем говорили Ну говорили Да Но у меня нет У меня была ситуация Намного намного проще То есть Ко мне никто не звонил Давайте будем честны Там Санхаэл Никто мне Ну не звал туда И Просто ЦСК Мне предложили Новый контракт И в принципе Взвесив все За и против И Я не долго думаю В принципе Подписал контракт Тогда у меня не было Никаких конкретных предложений Никаких конкретных разговоров По поводу моего отъезда Или Кто-то меня приглашал Такого не было Поэтому Это никак Опять же не повлияло Там С тем Что там Олимпиада Просто я уже думал О дальнейшем В своей жизни И карьере В КХЛ Поднимай дальше самооценку Когда Растет твое Имя После очень удачных игр И в прессе И среди этих агентов Разговоров Там Как я слышу Там Они чуть ли не Были готовы Сент-Луисик Или кто-то еще Говорят Вот он нам нужен Вот Ну понятно, что у тебя контракт Уже ничего не изменит Но вот сам факт Интерес Во-первых Как твоему К личности К тебе Как игроку Конечно Это любому Будет игроку Приятно И как-то Это Все равно Как-то будет льстить Ну а больше Ну конечно Естественно Приятно Что тебя Где-то замечают Там Какие-то твои действия Или что-то там Но Опять же Все было на уровне разговоров И Ничего конкретного не было Ну а вообще Какое осталось Впечатление От Америки От этой поездки Которую там Кто-то считает Неудачно Да не знаю Пускай Как считает У каждого есть свое мнение Мое Мне понравилось Я считаю Что Получил Огромный опыт Во-первых Как в жизни И В хоккее В общении с людьми Но Я не вижу Ничего отрицательного В моей поездке У меня был шанс Который Я хотел воспользоваться Но что-то не получилось Что-то я наверное Сделал не так Или что-то не показал Кому-то Как получилось Так получилось Я нисколько не жалею На самом деле Вообще не каплю А шанс то был Чтобы Что-то показать Потому что есть Тоже самый воинов Перед тем как взять Кубок Стэнли Он три года сидел Без вылаза на ВХЛ И вообще никаких шансов нет Его не поднимали Пока контракт мишка не кончится Слушай Ну и Такая На самом деле Эта тема С НХЛ Сейчас говорить Там был ли шанс Не был ли шанс Ну Кто там кому-то Говорит про кого-то Кто-то мне не дал шанс Там или еще что-то Во-первых Там чтобы Там заиграть Там очень много факторов Должно сложиться И не только Можно сказать Игровых Там еще и Помимо там Всего-всего-всего-всего У меня что-то не получилось Что-то я говорю Что-то не сделал Что-то не показал Там Тому тренерскую штату Штабу или менеджменту Которые на тот момент были Что Они мне не дали шанс Поднимали Да Но Для меня тоже был На самом деле Так Не обидно Но немножко вопросы были Почему нельзя было там Хотя бы Как-то Ну ладно Это уже Это уже Какие-то Свои там Грубо говоря Знаешь там Амбиции Там или что-то Ну не знаю Был ли шанс Не был ли шанс Если учесть Что при Хичкоке То мало кто играл Кроме Вовки Тарасенко Один Вовка Тарасенко Смог все это прожить Да Ну не знаю Какой ты совет дашь Вадиму Шипачеву Который формально Попал в твой бывший клуб Формально Думаю играть там не будет Но он Сейчас приписан В Чикаго Вулкс И Что вообще Если он теоретически Вы там играете К чему надо быть готовым В АХЛ После того Как ты был лучшим Бабардиром в Чемпионате Мира 16 года В Чикаго? Вулкс АХЛ Да ну чё ему какие советки Он взрослый пацан Он классный игрок Драки там наверное сразу Ну нет Он не такой игрок Он Я думаю что Он игрок такого уровня Что К нему даже никто Лезть драться не будет Поэтому Ну не знаю Разберется сам Все нормально У него будет Там уже не знаю как У него пойдет Он выйдет играть Не будет Там В АХЛ Не знаю Тяжело сказать Какие-то ему советы Давать Потому что Он уже состоявшийся игрок И состоявшийся личность Так что Я думаю что он вполне сам Может разобраться Я так понимаю Ситуация разная Все-таки Шипачев Большой контракт Дустаточный Односторонний У тебя была Другая Да у меня был Обычный Двухсоронний Контракт Причем даже не контракт Котовой Контракт Так что А на сколько разница Я думаю что он Немножко Больше защищен Сейчас Как бы У него хоть есть какие-то Наверное Я думаю Как сказать-то Ну Больше возможностей Ну да Больше возможностей Что все-таки Его в любом случае Поднимут У него шанс Насколько У игроков У тебя вообще У ХИС срабатывает Такой финансовый фактор Когда ты В НХЛ сидишь Тебя поднимают В НХЛ даже просто Туда В основу Необязательно что ты играешь Тебя сразу В день Зарплата Насколько это срабатывает Слушай Вот я сейчас Просто себя вспоминаю Меня когда Туда поднимали Я и честно даже не думал Сколько у меня будет Зарплата Мне было просто Для меня было Я вот туда попал Для меня было Прожить один день Там остаться И еще на следующий день Там остаться Знаешь как бы Вот такая была мысль А потом уже Это когда уже Меня обратно уже спускали И потом уже приходил чек Я понимал там уже Какая там Зарплата Знаешь там в день Там грубо говоря В день больше чем Я в месяц получал Вот Поэтому Даже когда ты просто Тернировал Да Но Нет Я пребывал там Твой контакт По-другому рассчитывается Просто Те мысли Приехать туда И думать Там Так Сегодня Столько упадет Или что-то не было Я приезжал там День проходил Думал Хорошо Спасибо Слава богу Давай еще может быть Завтра день здесь пробыть Ну так Разминку Я уже разминался Готовился к игре На самолет На самолет Сидишь в аэропорту Не понимаешь где ты находишься А вот я еду сейчас Это все купили Да Ну насчет этого там конечно Все очень Все очень поставлено То есть тебе только Ты выходи Грубо говоря Я вышел из дворца Где я только что Переодевался То есть мне уже Звонят Вот у тебя билет Вот ты сюда приезжаешь Вот у тебя гостиница Все Ну то есть все Понятно было Даже для Моего уровня Английского языка То есть мне Не заставлял А за два года Этот уровень каким стал? Ну я Могу общаться Спокойно Даже сейчас По сравнению Уже 4 года Я там не играю То есть все равно Все это забываешь Но я могу общаться спокойно То есть в этом плане Мне помогло Я вообще Очень рад что выучил язык Просто допустим Тот же Зморок вспоминал Что он когда поехал За океаном Кроме слова чикен Ничего не знал Первый год был очень тяжело Ел одну книгу Первый год очень был тяжело Когда там Ну даже в раздевалке Там ребята там Как-то общаются между собой Что-то обсуждают Смеются А ты сидишь как бы Такое ощущение Что от тебя всегда говорят Что над тобой смеются Не понимаешь Тяжело Но Как говорится Жизнь Заставляет В магазин идешь Там опять же Надо покупать Что-то покушать И так как-то Потихоньку Первый год Прошел Там как-то Нахватался А уже второй год Как-то уже попроще Я уже второй год приехал И как-то быстро Раз в раз И уже нормально общался А в ЦСК с иностранцем На каком языке Общение идет На английском Плэт тоже Да По-русски Навряд ли он знает По-русски Он, кстати, хорошо понимает по-русски Может понимать Даже что-то говорит Но Конечно тяжелее, чем на английский язык Но Он понимает много По-русски Никитин говорит по-русски Да Потом переводит Иностранца Да Или они Игорь Валерьевич Нет Он может Кому-то Когда объясняет Он может и на английском По-английски что-то сказать Да Так в основном Да На русском У нас Лавин Саныч есть Чабатовки Он в основном переводит У ребят там На собрании Когда что-то Нет времени Игорь Валерьевич Отвлекаться Что-то конкретно Объяснять Лавин Саныч переводит Прям Субтитры А при квартальном Да Квартальном Он знает Да Он может Спокойно разговаривать Всю тебя функцию В раздевалке Капитана Ты обязан Какие-то речи толкать Ты можешь просто сидеть В углу и все И быть Тихим Не знаю Но ты должен там выйти Говорить Ну нет Ну стараешься Как-то ребят Там Нужный момент Может разбудить Или Что-то сказать Конечно Это не обязанность Я думаю Что это Каждый Наверное От себя Что-то Если когда-то Хочет Да и неважно Капитан может Любой в команде Встать То есть ты раньше говорил Нормально Ну Вроде Никто не Возьму Сашка Не был капитаном Говорил Наверное Больше всего Да Которое Это привык Он был Раздевалки А Ну А Хорошо А Да Да Могли все Любые Мог сказать Сейчас Могут Любой Встать Поддержать Команду В нужный момент Что-то сказать Не могу Кого-то Прям Выделить Что-то Ну Сейчас Ситуация Которая Обсуждается В семь Абсолютно Что 50 игроков Контракте А Вы считали Сколько Я не считал Я считал Новость 50 Ну В общем Есть возможность Менять по две пятерки Практически Каждый матч Сейчас Люди Начинают Задаваться Вопросом Зачем ЦСК Столько Набрал Людей Там Тоже Жарков Который Пусть Играл Немного Но Практически В каждом матче Сейчас Почти не играет Да мне тяжело От судителей Это Прерогатива Все-таки Руководства У них Какие-то Вопросы Задавать Как Нормально Рабочий Процесс идет В принципе Нам Перед сезоном Все объяснили Сказали Будет так Как Есть Я думаю Что Нормально Все относятся к этому Никаких там Обиды Чего-то Такого Нет Что Все Все Стараются Поревну Игра Вот Эти истории С поездками В Вхл Ну Сейчас Окулов Я не знаю Ну Выбрали Приняли решение Отправили Я не знаю Возможно Им на пользу Я только Не знаю Мне тяжело Комментировать На самом деле Как бы да Ты не можешь говорить об этом Даже по статусу Ты можешь сказать вот так Назвать плюсы Этого Элимита И ротации Все говорят Минусы понятны Все об этом говорят Вас бесит Когда об этом говорят В прессе В интернете Вот вы же внутри Как на это реагируете Во-первых Когда идет Волна Постоянная Или вы Не реагируете Ну стараются Я же говорю Стараются Ну много конечно Это все понятно Что идет Постоянный разговор Об этом Но мы От этого Наша ситуация не меняется Мы все равно Стараемся быть командой И как бы Ребята стараются Не обижаются Ни на кого Как бы Все по-честному По сути Скорее всего Наверное Больше Да Больше Наверное Не нравится То Что именно Вот эту тему Обсуждают Постоянно задают Вопросы На эту тему Даже Ребята Разговаривают По интервью Отвечают На эти вопросы Опять же Опять же Эти же вопросы Задаются Может быть Хотят Вытащить Из ребят Скорее всего Как Венхэл Но Почему Календарь тяжелый В чем У тебя Потому что У нас нет спальных матчей Как венхэл Сейчас Последние игры Играли через день Когда ты в режиме Постоянно Режимы Как-то ты входишь В этот режим И тебе Нет скачков Таких длинных Отдых Отдых Все равно Тяжело Когда Допустим Играешь 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 Потом Раз длинный перерыв Все понятно Все прекрасно Понимают За этот период Пытаются Как-то И потренировать И еще что-то И еще что-то И еще что-то И получается Что ты играл 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 Ты сейчас В режиме Потом Раз опять Ты уходишь Не в отдых Понятно Что там Не полностью Играешь Играешь Мне кажется Что Легче Может быть Скорее всего Для головы Легче А так А болельщикам Не нравится Потому что Сейчас будет Семь домашних игр Подряд После Выезда И многие говорят Что во-первых С финансовой точки зрения Им накладно Не нравится И когда через день Дома Игры И во-вторых Получается 7 игр За 2 недели Даже Кто учится Или работает Не могут себе позволить Так часто Ходить Чисто из-за финансов Из-за финансов Или Из-за времени То есть Одно дело Один раз в неделю Раньше Наверное Вопрос Нужен руководству Туда В лиге Наверное Даже если честно Мне вообще тяжело Я могу сказать Как игроку Но Легче Наверное Играть Чаще Может быть Даже не через день Хотя бы Через 2 дня Или еще Мне кажется Так проще Для игрока А то Что над посещаемостью ЦСКА Смеются все Раздражает? Ну Сейчас Надерга Со Спартаком 3,5 тысячи Ну это конечно Иногда тяжело Не то что это раздражает А иногда тяжело бывает Тоже Играть Когда мало народу Атмосфера Все равно Как ни крути атмосфера Вообще Ну Для игроков Чувствоваться Когда мало народу Приходит Все равно Хочется всегда Чтобы был полный Чтобы шумело Это понятно Для любого спортсмена Для всех Хотелось бы Но Но Это не первый год Эта ситуация Ну Каждый год Все хуже Опять же Это наверное Вопрос Как-то К руководствам Или еще куда-то Как-то Наверное Полечить Если не интересованы Есть разница Для тебя Уголовительность В стадионе Ты чувствуешь Ты же играешь Ты же не видишь Атмосфера Все равно Когда Большие дворцы Все равно Чувствуется Когда Атмосфера Есть Шум Все равно Это как-то Немножко Подхлёстывает Какой самый энергетический дворец В той Корее Вообще Везде Венхайл Ты не играл А вот Слушай, я в Венхайл Выходил на размин Ну это да Круто Один выходил Да Нет 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 Какой В моей карьере Это было На молодежном счастье мира Против канадцев Когда мы в Атавии играли Ооо Это красный стадион 20000 Все в красных майках Это вообще Там реально Там Закидывает Так что эмоционально Эти Кхэйл Финны Или Минск Или Мне нравится СКА больше Естественно Почему-то Не знаю почему Мне нравится в СКА играть Там такая атмосфера Всегда классная Ну и работает Там так С болельщиками И все как-то так Прикольно сделано И на самом деле Очень приятно Там играть Особенно когда там Полные трибуны Очень здорово Похоже на это? Похоже 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 Баннер спартакских болельщиков На последнем матче видел? На нашем На нашем Спартак Нет Спартак СКА сейчас играли Повесили баннер Кхэйл Чемпионат двух коней Да ладно Да То есть у вас такая ситуация Что про вас все говорят Что вы раздражаете С кубкой Большого количества игроков А вас еще дополнительно Видимо Должен раздражать СКА Да Который никак не проиграет И так далее И тому подобное Ну не знаю Болельщиков виднее Наверное Ну скажи 23 всего Играете с ними В Москве У вас красный Везенок Да нет Пока нет Не обводили Кстати не жаль что вы играете Два раза всего за чемпионат Жаль Если честно хотелось бы Как в том году Хотя бы минимум 4 раза с ними играть Вот что Очень интересный матч И все Такие Да я бы на самом деле С многими Да со всеми бы наверное По 4 раза играл Особенно с Адмиралом Не Ну вот это конечно Тяжело было Два раза туда лететь Там город классный Ты летаешь Там Город хороший Морепродукты Виды Кстати Город хороший Мы сейчас ездили Погода была Там вообще просто супер Летом А Спартак Курорт Обведем Красным кружочком Ну Спартак Это Это всегда Обведено Наверное В прошлом году была история Когда к ним пришли болельщики Как раз перед игрой С ССК Да Мы все знаем Тоже перед игрой смотрели Это Мне кажется все видели В интернете Что висело там Мне кажется на каждом шабу было Как-то посмотреть там было Ну не знаю Зачем Помогло вам это? Ну выиграли две игры Наверное С знакомствами Наверное Не знаю Я не могу сказать Что мы там Как-то на них настраивались Так как вот Им ребята там пришли Говорили Мы готовились к игре Готовились как всегда На победу играли То есть Не знаю Так Такого не было Если опять же Не говорить о цифрах Тот же самый Матч с ССК У каких-то клубов Есть там тройные Премиальные Если ты у ССК Берешь очки А в ССК По-моему была система Премиальных вообще не было То есть там был по итогам Чемпионат Есть вот какая-то мотивация Не называют цифры Просто на ССК Конкретно Что если вы их обыграете Что-то вам какой-то Будет за это Бонус Или Супер что-то такое Похвалат Часть Ваши Есть так сказать У нас нет Нет В регулярке нет Нет Их интересно Видеть Блин Их почетно выиграть Мне кажется Такая команда классная С таким Подбором игроков Мне кажется Даже как для спортсмена Всегда подхлестывает Так Немножко Выиграть у ребят Которые Тем более Они там вообще без осечек А вот что больше Подхлестывает Вот этот статус Или то Что там Главный тренер сборной Да нет Ну ты же все равно Играешь не против тренера Играешь и против ребят Ну чтобы показать себя Тренеру сборной Проще всего себя Показать в игре ССК Там Вернее даже не только Главный Там же и один из помощников Знаешь Такое Мне нравится всегда Ну вот хорошо Ты в одну игру ССК Сыграл хорошо А потом 10 От балды порвал Ну и что Какой уровень ты показываешь Уровень игрока Наверное Он и в том и заключается Что стабильность игры Наверное Так Нет Я не думаю Ну лично для меня Там такие игроки играют Там Ковальчук Датсук Такой подбор игроков Так же себя проверить Как игрока Чисто Выйти с ними Там Закуситься Мне кажется Я сейчас сейчас говорю Мне интересно просто Мне Для меня Вот именно Спортивный интерес Выйти с ними Поиграть Мне кажется Это вообще очень круто В первом матче Было шансы Цепить Были шансы Или там Было все как тут Они поймали сразу волну И Они здорово сыграли Они сыграли Честно сказать Они просто не сыграли Ну тяжело было с ними Тяжело Но Да шансы всегда есть В принципе Шансы всегда есть И И играли то ровно В принципе Там Первый Второй период Ровно сыграли Первый период Немножко начало Там конечно Сразу 3 на 5 Получили Уже Это у них дома Это уже Для них большое преимущество Шанс есть всегда Но Они здорово сыграли Мы немножко где-то Наверное Не показали То что должны Вы показать Ну Sky Это наверное Одна из самых печальных Историй Последней История ЦСКА Я имею ввиду Серию Которая Старином Лешла в Петербург Там В какой-то момент Показалось Что даже Они отчаялись И не смогут Ее спасти А потом Все перевернулось Ну да Тогда серия Конечно Магическая А спустя Время Что все-таки Случилось? Что сломалось? Знаете Наверное Вот как раз Когда ты 3-0 И выходишь На четвертый матч Наверное Наверное Что-то здесь Наверное Сломалось В первую очередь Наверное Когда выходили С 3-0 Наверное Уже может быть Где-то посчитали Что одной ногой Уже Перешли А Как раз Наверное Психологически Это и сломалось Что Проиграли Считай на выезде На выезде Да Ну там даже были разговоры Что чуть ли не специально Проиграли Чтобы Выиграть Пятый матч Дома А потом Там Конечно Это же как Зверю кровь Дай понюхать И раз Дома проиграли И вот уже Наверное Где-то уже И подшарнулось Но сейчас тяжело сказать Это уже давно было Хотя там были Там У нас еще год 4-0 Просто объяснение Сложно Почему придумать Потому что если вспоминать Финал с Магнитогорском Вашим То там первое Объяснение Которое на поверхности Для всех То что Финальную серию Слабее Обычного уровня Сыграл Радулов Даже по статистике Да ну может тоже Подостал Это пожалуйста Это объяснение Почему так получилось А вот Соска Радулов Вроде бы играл Нормально Там можно На вратарей где-то Сослаться Но Тоже Не одно Есть такие Там даже Теории заговора Я над ними смеюсь Это специально Там было все срежиссировано Болейщие говорят Специально Ты говоришь Что эти 3-0 идут Потом 3-4 Ну это бред У вас же там были моменты Даже в овертайме Штангу попадали Все было настолько на тоненького Шестой матч Ну это бред Ну какие сценарии Ну да Тем более По-моему Это же был первый гон Это же был наш первый год По-моему Все вот этот состав Который Какие там Какие там сценарии Там Мне кажется Выходили умирать На каждую игру Я опять же говорю Наверное где-то вот Сломалось где-то Что-то в голове А это же Голову тоже Тяжелее перестроить А в прошлом году Что случилось Потому что вылет От локомотива Никто не ожидал Ну где-то Локомотив Наверное Переиграл Что-то А в чем? Да сейчас Тяжело Тоже сказать Болезненно Сейчас такое поражение Какое Ну неприятное Когда они нас Что-то легко Что-ли Так можно сказать Прошли Ну мне показалось Как-то мы Старались Старались Пытались А у нас Ничего-то Ну не получалось Что-то такое Не знаю Тяжело Но Ну К мотиве Всегда говорят Отдельно Первая пятерка Иностранная Все остальное Да Они у них хорошая команда В том году-то у них Именно в нашей серии Иностранцы Как у них сыграли Они забивали В каждой игре Большинство Там чуть ли не 75% Не было То есть Они возможно Сыграли Свою лучшую И вообще серию В карьере В которой Возможно Угу Сейчас Мать был Принципиально Против локомотива Потому что Встреча Так скажем С обидчиком Прошлогодним А во-вторых Прямо перед этой игрой Ваш бывший главный тренер Там оказывается Да ну опять же Ну вот то же самое Спросил про знака Я говорю Дмитрий Числавович Там Ну Мы не против него Играли Он никому плохого Нам ничего не сделал Он тоже Многим там Путь витал Дорогу дал В этой жизни В этой лиге Там Мы играли против команды Которая выходила Против нас И там Опять же Это тоже мне не нравится Подстрекание там В прессе Там Или что-то Вот там Витя Вячеслава Но получилось так в жизни Получилось так в спорте Что Он ушел в другую команду Мы же Ну почему мы что Мы должны Ну что типа Мы выходим играть против А вы его где встретили? Вот вы приехали на игру Вышли из автобуса Когда увидели квартал Ну они с другой стороны Нас выходят Мы их не видели Вплоть до начала игры Нет Я его видел с утра Там Перед раскаткой Поздоровались Ничего там Как дела Все хорошо Все нормально Да Ну Не знаю Это глупо мне кажется Существует болельщеский Такой стереотип Что ЦСКА Приквартального Играл в бей-беги И что В общем Именно с этим стилем связано Сейчас 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 Другой хоккей Значит Наверное Им виднее А не лучше Я же Объясняю Почему Возникает Такая Особая Принципиальность Ну он же результат давал Это же был результат Отказываться Я же с Федором разговаривал По итогам Это же был результат Почему даже что-то ломать Самый прогрессивный хоккей Кстати Три года Хорошо играл Регуляр Кстати Если о теориях заговора говорить Есть же вот это Проклятие регулярки Еще ни разу не выигрывал Победитель Регулярки Кубок В прошлом году У вас не было мысли Что ЦСКА специально Свалился с первого места? Это же за два тура до конца произошло Да они даже думают Что Нет Вообще Интересно Просто хоккеисты Об этом вообще задумываются Мне кажется Это только в мозгу болельщиков Мне кажется Это в мозгу болельщиков Пресса Как-то что-то такое Более внешнее такое Как бы Я не вижу Ну Я лично об этом вообще не думал Сколько Мы три раза выигрывали Я ни разу об этом не думаю Но честно А Говорить Ну говорить Может Не знаю Если Персонально К твоей игре переходить Я поскольку Три предыдущих года Я провел в общем В этом фанатском углу Точно могу сказать Почему Болельщики ЦСКА Так любят И Выделяют В лиге Потому что Они говорят Нет второго такого хоккеиста Который с таким удовольствием Играет в меньшинстве И с такой пользой И в общем Наверное всем понятно Что И в сборной Эта роль Ну Не на сто процентов Забронирована Но По крайней мере Предопределена Да Ну Не знаю Ну Каково это Выходить В меньшинстве Поставить Мне нравится Как-то Знаете Как-то Помочь ребятам В команде Помочь Я просто всегда Как-то еще Давно Почему-то у меня Так отложилось Что Я как-то один раз удалился Ну Еще Молодой В Толяте Первые годы играл Удалился И мне почему-то Как-то так Стало неприятно За то Что Ребята Поставил А потом Когда вернулся На скамейку Я вот честно Клянусь Сейчас не помню Кто-то Но Из взрослых ребят Тогда Честно Дословно Но смысл был тот Что Помогай Как можешь Смысл такой Что помогает То есть Делай для команды То что ты умеешь Делать хорошо Сейчас Ну Нам дали такую роль То что мы В основном играем Мне на самом деле Приятно Что Кого-то выручить Из ребят Ну все бывает На льду Бывает что Машинальные клюшки По палкам Удалился Он же не хотел Специально Тут И есть Наш смысл Ребят Кто выходит Помочь ему За него Отработать Мне кажется Когда в меньшинстве Команда Отбороняется Мне кажется Это Это Такой импульс Придает Положительный А когда Это В Америке Или до Или после Америки Уже Да я не знаю Как это Всегда так Но в меньшинстве Играл часто В Америке Кстати Я очень редко Играл в меньшинстве Не знаю почему Не знаю Может не доверяли Может не давали Каков секрет Это В первую очередь Понятно Что Есть еще один Аспект Это Вбрасывание В котором У тебя Лидирующий Процент В команде Среди тех Кто там Больше определенного Количества Брасываем Да Мне кажется Самое главное Чтобы Взаимопонимание Было Именно с ребятами Со вторым человеком С кем ты выходишь В случае с ЦСК С званькой Да Как то что ли Без слов И без Должны двигаться Что ли Как то Знать Потому что Меньшинство Там же такая Вещь Один Где то запоздал Сразу Получается Мешок Куда Сразу В данном случае В большинстве Идет Вклинивается Игру Тут Надо Как то Что Все Как то Понятно Что ли И Сама Отверженность Конечно Помогать Потому что Ты не знаю Мне нравится Ютубе Есть Ролик Когда В большинстве Бросает Шуэбер И он По-моему Переломал Человек Девять Или десять Страшным Шелчком Кто Самый страшный В большинстве В большинстве В большинстве Вы Такой человек Ты понимаешь Ляжешь А все Капец А надо Ложиться Ну Мне Слава Богу Пока Не Ну Вообще Репутация Ты знаешь В большинстве Страшно Кто Может На уровне Сборных Куляж Заряжает Раньше Денис Куляж Я помню При мне Ломал Ребят Саймки Бумаги Мы Ломал Руки Но Вот Он Всегда Бросал Бросающий Всегда Если По-другому Чуть Спросить У кого Большинство Страшнее Ярославль Прошлого сезона И Лиска Дело в том Что Смотри Вот Если брать Ярославль У них Был такой момент Что Ну Получалось Даже Независимо от того Как мы играли Моментами плохо Моментами хорошо У них получалось Именно против нас У них получалось Первое место СКА Вот Эти ребята Они играют стабильно То есть Независимо от того В каком они настроении Грубо говоря Духа И Какой сегодня день Понедельник Или пятница Они выходят И стандартно Стабильно забываются Поиграем То есть Соответственно Играть против таких ребят тяжелее Недавно был момент Когда играли Три на пять И практически Все это время Не могли смениться Вот как раз В московском матче Что После Вот когда удалось Это отстоять Что он говорил В ротарию Или Ничего Особенно в конце Там уже ничего не слышишь Там слышишь Только свое дыхание Уху Да Пожалуйста Пожалуйста Быстрее 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 Или Всегда Сколько Вот играю Всегда Столько раз И почему-то всегда Там кто-то Быстрее 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 Просто Выброси Ну Это наверное Уже Тяжело Задыхаешься Уже Не важно что Чтобы что-нибудь случилось Но только положите На чемпионате мира У тебя был конечно Момент Когда ты выходил в мигзону Весь такой Битый Перебитый Столько раз там По шайбе ложился Там Конечно Можно что-то Эпически описывать Вот И Во-первых Насколько больно били там На уровне сборных На чемпионате мира Да боли Она Мне кажется Одинаковая Здесь Лишь шайба попадает Тоже привык к этому чувству Знаешь так Кто-то и даже любит боль Ты понимаешь что-то Ну нет не люблю Честно точно не люблю Но Как-то относиться Отношусь как-то Ну к этому как Не то что как Обыденности Ну как Ну это Может быть так Должно быть так Ну Случилось Случилось там Нет такого что-то Как-то супер там Были Нравится или не нравится Ну ты смотри Бывает что ты на адреналине Продолжаешь мать А потом вечером На стенку лезешь Да Бывает В основном Утру Или Среди ночи Все равно Сначала ты мышцы там теплые Они не чувствуют А потом Да Потом И нога где-то не согибает Синее тело Да Да Синяк то это уже наоборот Когда синяк это уже хорошо Бывает что наоборот Когда внутри там Такой комок И Это конечно Но Работа такая То на что учился Но Как воспринимается Этот момент Немножко другой И не касающийся По шайбу Ложиться Вот то что вчера Слепить его Случилось На ровном месте Я сейчас не видел момент Там какой-то момент Просто борьба Заворотами была Заворотами Бориса Была борьба И Получился Неумышленный Просто Ну как-то да Крышкой Он согнулся А? Никто не хотел Ну наверное Момент случай Наверное Как ты согласился Случай Так получилось Наверное Я думаю Что и уверен Что И соперник Кто там Это был момент Игровой спорт Блин Тяжело сказать Конечно неприятно Наверное В первую очередь Его семья Переживает очень сильно Так что Им терпение Здоровье Тебе Что говорят В семье Когда Пустые Самых таких матчей Ядренок Говорят Дома Сколько Можно Вообще Какими Какой фразой Жена Провожает В бой Береги себя Как она Переживает Да Она Очень сильно Переживает Но она Старается Этого не показывать Конечно Я конечно Это все вижу Она домашняя На всех ходит? Она домашняя Всегда Всегда Со мной Всегда Я ее чувствую Всегда Знаю где она сидит Иногда Даже Когда она Опаздывает На гимн Начиная Уже Ну Старается Старается Держать Старается Наоборот Ну Как бы Не сюсю Пусю И я ей за это Благодарен Что она наоборот Не дает Мне Где-то Нюниер спускать А так Как Напутствует Да она просто Мне желает Чтобы я удовольствие получал И все Так Понятно Что это Хоккей И все может произойти И я думаю Что где-то в глубине души Она готова Тоже ко всему Там И шайба может прилететь И клюшка может прилететь Да все может быть А когда драться Приходится Ну Приходится Ну вообще Твое отношение Тренируешь Кстати на груши Как ты отрабатываешь Или так На линии выходишь Да я думаю А там Тренировать Там все равно Все не по правилу Там же никак В боксе Хорошо А как это происходит Вот Где эта планка После которой Мне кажется Понятно Сейчас наверное Раз и все И мне кажется Получается схватывается У обоих Мне кажется Все понятно Сразу Раз Ну вот У меня Честно Пару раз было Я только осознавал Что я подрался На скамейку Когда приезжали Может блин Подрался Ничего себе Ну ты понимаешь Надо шлем снять Вообще Нет Это Мне как-то А Я когда приехал В Америку Первый раз У нас парень Играл В фарме Энтони Килуса Такой праворукий парень Молодой Но Я не знаю Где он сейчас Если честно Но он одно время Считался Сейчас выяснил Хорошим бойцом И я что-то Как-то с ним Подошел На энтузиазме Говорю Ну давай Научи меня Есть какие-то правила Он говорит Правил никаких нет Взял и бей Я говорю А как там Ну типа это Руку перехватывает Там Есть же всякие Он говорит Ты Тебе не надо ничего Перехватывать Я умею Говорит Я буду перехватывать Ты ничего не перехватывай Это там уж не показывает мне Вот Перехватывай Я начинаю перехватываться Он мне так По лбу так бомжик Все понял Ладно Хорошо У него кстати в том сезоне Не так много У него всего 58 штрафных минут У вас там был Крис Брутон Ну да Брутон У того что 150 Коди Бич был тоже Но он чуть травмировался Часто Самые Самые страшные Товгая Которых я видел Конечно вот эти Мирости Самые видео Которые Он дерется И улыбается При этом улыбается Слушай, ну это где-то граничит уже С таким Немножко Немножко С ненормальностью Вдирать И улыбается И закончится Так Белуха Все ошибаюсь Сейчас Да Если учесть то Что он там Где какой-то один из них Участвовал В боях без правил Не один Двое То что это уже где-то Граничит с чем-то Больше чем Я не знаю Каким-то уже С ненормальностью Что-ли Как вы смотрели Видели же этот матч с авангардом Когда некому играть Уже Когда всех поудаляли Игру Основные Как вы это воспринимаете Ну как глумали что это Слушай, мне кажется на тот момент Как раз было непонимание Вот для чего Зачем Для чего это так Именно делать Ну на тот момент Мне кажется Это было так А по-моему Возвращает Распайл Пытается вернуть Ну то есть Есть В современном хоккее место Этим Или уже Борется с этим На корме Пытается выжить Это уже не может Да Так Отвязно себя вести Ну Мне кажется Всему есть Какие-то рамки Какие-то Ну Нет Я просто Сейчас Пытаюсь вспомнить Раньше Было как бы Давно-давно Там Девяностое Начало Двтысячных Товгая Это как бы Парни выкатывали Вот так Докатывали Ну понимаешь Да Катался он плохо Дальше Ну то есть У него не было задачи играть Там У него было только Подраться И то они Они дерутся Ты же сам понимаешь Ты же знаешь Они дерутся Только ребят Кто дерется То есть Против Товгая Он не войдет На человека Из первого юнита Пауэрплей Правильно? Да Дальше Дальше Пошло то что Товгая Начали играть Забивать Вот Даже тот же Энтони Пилусов У нас когда играл В фарм-клубе Он там за 15 игр Забивал там По 20 голов То есть Я имею ввиду то что Универсализм Да То есть Мне кажется Уже как-то от этого Уже что ли ушло Рыспаев это точно Не по части забивает Нет Я не про это говорю Я просто говорю то что Как-то вот И улицы Революции Хоккей Да Я имею ввиду то что Только вот Смысл в том чтобы выйти там Ну Хорошо Вот вы пересекались С Рыспаевом Пересекались Я сейчас не знаю Не дрались именно Против него Приходилось играть Как команда соперника Она знает Потому что допустим Тот же Акбарс Понимает что там есть Свинут Которому Рыспаев скорее всего поедет А у вас Слушай ну когда я по моему мы с ним Ну вот когда он играл там У нас по-моему Женька Артюхин был Как-то мы поспокойнее все К этому относились Слушай Тебе же довелось по моему пересечься В первый период в ЦСКА с Дар Северо Да Да Это как раз другой случай То есть это маленький Таргай Который Ну злой Да Была история когда он там в одном матче Дважды побил Китцина Который на две головы выше Да А вот к этому вы как относитесь Ну вроде такой маленький сверчок А все время куда-то лезет Заводят Не ну вот если вспоминать его по жизни Он вообще просто спокойнейший человек в мире А так что вот может быть просто Вот он опять же из того наверное времени Он же и в НХЛ дрался неплохо Ну работа такая ничего Да Вот именно просто может быть взять то что Он как раз вот в это время был там И вот именно его То есть его такой препиратива Да Его задача наверное в этом состояла Может быть не то чтобы он не умел там что-то другого делать Ну как бы вот это он делал хорошо И может быть пытался идти помочь команде Мне кажется так Ладно Давай то сменим тему Скажи Можно по этой теме Давай А Назаров У тебя не больше с ним не играл Нет понятно Ну вот он знаешь какой-то такой Знаешь Сколько он дрался в Анхелл Знаешь как он тут был Тимохранителем Ягра один сезон Я знаешь И собственно при нем в Витязе Вся эта история Ну не знаю я его честно лично не знаю Потому что не могу никак его комментировать Я знаю что я был в Америке когда поехал туда первый раз в тренировочный лагерь Ну и там как в лагере обычные тренировочные детишки тренируются там И ну ребята приезжают взрослые тренируются И там раньше была То есть тренировочная база была Сан Хосе Шакс И хозяин там то есть вот этого всего места тоже раньше был генеральным менеджером Сан Хосе Шакс Ну мы что-то с ним так разговорились там Про русских игроков там еще что-то еще что-то И он там ну и про Назарова разговорились там Ну он там неплохо играл там Говорю там еще что-то еще что-то А этот мне говорит да и он дрался Я говорю да он дрался Хорошо дрался Да потому что он типа кайфует от этого Вот все Не знаю как там комментировать его там или как-то Я и не знаю его лично не могу никак Про него ничего не было сказать Ну понятно Что у нас не получается в матче с Канацией в последнее время Это опять же был не чемпионате мира Я думал 2-0 после двух периодов Думал что тут надо И все идет к победе наконец-то Там и на Кубке мира И как так получается что вроде бы близко где-то близко На Кубке мира то же самое вели 2-1 Потом хоп И где-то они нас переживают Где-то они нас переживают Что происходит Это конечно опять от головы идет Как они нас дожимают концов Где-то они нас дожимают Правильно говоришь Да где-то я думаю что это скорее всего от головы Такой вопрос Много я думал на самом деле Сам И никак не могу найти ответ на самом деле Физически все более-менее равны Мастерство Да его наверное у нас то вот так наверное Причем с теми ребятами которые были На чемпионате мира это какая-то Кучер по навигу А где ответ Ну вот ты например выходил да В третьем периоде они начали переламывать А у нас было меньшинство да Как ты там пытался все это как-то Что ты видел изнутри Как все менялось Как там мелочи что ли какие-то Какие-то мелкие Мелкие именно моменты в игре что ли Знаешь Причем Такие мелкие моменты Которые Может быть Не сразу повлияли на результат А как-то они копились 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 И в итоге где-то не хватило сил Концентрации От усталости Одно за другим Что-то такое Потому что Я говорю сейчас про те моменты Знаешь там Не то что там Вот гол забили Вот здесь кто-то Никого-то не удержал Где-то что-то А может быть это случалось Еще десятью минутами раньше Где-то шайбу не вывели Там из зоны попроще Где-то там В зону не вошли Потеряли Контратак Это же все Ну блин не знаю Ну сейчас Должно быть Несколько попроще Потому что Канадцы Будут совсем другие Ну будет сейчас декабрь Кубок Потом олимпиада Ну вот с некоторыми из них В одной команде Наверняка Рубинсон будет играть на олимпиаде Ну да Хороших там парень Да Да там все будут А какая-то там Со двората там не наберу Тоже Все приедут Лучшие приедут Какая разница откуда Из Европы У нас оттуда Лучшие приедут Ну многие говорят Что финны вообще Фавориты номер один В таком раскладе Ну поскольку Во-первых у них есть Я бы никого не стал У них есть по сути Базовая команда Юки Хэлл Да Ну достаточно Сейчас они много побеждают Да Они хорошо Да Какой у тебя был момент в детстве Когда впервые начал смотреть Олимпийские какие Был такой момент Что тебя прям зацепило И так вдохновило тебя В дальнейшем Потому что кого-то там вдохновил Нагана Когда Буре там пять голов забил Именно про олимпиаду Ну наверное да А может чемпионат мира ты скажешь Вот такой знаешь У каждого И может идти с какой-то игрой своей У каждого свой импульс У меня всегда был Сергей Викторович Федоров Да Всегда мне нравился Да Всегда нравился Нравилась его именно вот Универсальность что ли Такая Что Блин ну я вот Даже сейчас порой иногда смотрю там Мне интересно Я смотрю хайлайты его там Вообще по карьере просто Он хорош был во всех компонентах Ты знаешь Именно стабильно так Он был для меня не то что им Мне нравился Я может быть даже где-то подражал ему там В чем-то там Мне очень нравится И вот он оказывается с тобой в одной команде И как на это реагируешь Да Как ты узнав что там Да нет Это было Или он тебя приглашал Нет Там был Я уезжал как раз У меня заканчивается здесь контракт с ЦСК Я уезжал в Америку А он как раз только пришел Генеральный менеджер Да И И тогда вот Мне с ним первый раз Позвонил он мне Мы с ним по телефону разговаривали Ты не ожидал что ты У нас Нет я конечно не знал там Просто позвонил там Как там Ну просто как дела Познакомился там Узнал о моих планах На тот момент я уже решил Как принял решение Уезжать И все И все И потом я уже с ним Только когда Возвратился Ну конечно приятно Такой человек С таким опытом С такими Интересно за ним вообще И наблюдать И как он разговаривает И как двигается И ну вообще просто интересно Очень интересно С ним даже общаться Очень интересно Знаешь как он голосовал Вот Харламов трофе У нас проходит Ежегодные награды Каждая легенда Называет тройки Это он в этом году Последний раз Назвал тройки Сергей Федоров На первом месте Малкин На втором Кошечке На третьем Андронов Да хан Вот То есть 65 легенд Вот И Федоров Тебя назвал То есть мы делаем Шорт лист там 30 человек Один из 65 Все Малкин называли А то он Отметил То есть Как тебя учил набрасывать играть? Он Не научил Учину Советы какие дал Он же выходил и показывал Как играть набрасывать Он очень много времени с нами Провел Вообще Там Ну каждый день Он практически там В том году Это уже поменьше Как-то Ребята-то все уже были Там в прошлогоне А вот первый год Первый-второй год Он Практически с нами Постоянно на льду После тренировок Там какие-то мелочи Там нюансы То есть Я про что говорю Что там Там такой опыт Вот Просто даже с людьми Общаться с такими Ты играл с ним Обрасывать? Ну он сейчас тоже Не в такой форме Не, но все равно Он так Брасывали шабы Чтобы так стояли Нет, а в игре Нет, тренировки Друг против друга Что стояли Не, ну там Какие-то, да, конечно Упражнения делали Да, вот поэтому Конечно Конечно Он очень знает Много Он знает много Про Интересного И очень Просто Столько мелочей Есть Он просто Знает их Очень интересно На самом деле Учаться Я с ним еще застал Когда он в Магнитогорске Играл Выходили? Последний год Была Суперлига Последний год Я как раз Свой первый год играл Я помню Один раз На сбрасывании И как? Не помню Проиграл Или выиграл Не помню Честно Не помню Но я помню Кто В КХЛ Сейчас Набрасывает Самый сложный Соперник Иностранцы? Да нет Есть Ребята Но Да нет Есть Нет Какого-то Непобедимого Но есть Ребята Которые Хорошо Но Пару Кантиола Хорошо Играет Праворуки Андрюха Стась Хорошо Играет Пока Еще не играли с Казанью Ну С таким Кем Свитов Хорошо Играет А Соскар Дядя Паша Хорошо Играет Каскеран Ну Я же говорю У них Очень хороший подбор У них Рядом Рассказать Без обид Но Так С точки зрения Специалисты Почему Шипачева Реакции не хватает Опять же Проблемы общие У многих В России не хватает Без обид Что В чем технически У него там 10 брасанных За 4 матча Все уже там Об этом и новости пишут Брасанин Шипачева Брасанин Вот в чем секрет Реакция Вот ты у него выигрыш Брасанин Почему это Реакция Или как вот Или Секрет Какой-то Да нет Ну Может быть просто он как-то Ну Не могу сказать что Не халат Но Концентрация Он как-то может быть просто Ну Не отдает Там Слишком много внимания Этому Может быть Тренировка Не тренировка Вот именно моменту сбрасывания Понимаешь Потому что Он Очень умный игрок И Он Я с ним порой даже Попадал пару раз Что Он выигрывал за счет меня То есть Я прикладывал какие-то усилия А Он делал такие движения При которых шайбу Я проигрывал То есть он очень умный игрок И нельзя говорить что он там Не концентрируется Или что-то Но У него есть какое-то Какое-то свое понимание Вот именно к моменту сбрасывания Может быть Он где-то не хочет на них Тратить много сил Потому что Это все равно Единоборство Которое Ну Достаточно много Приходится тратить сил Он где-то их Эти силы Допустим Копит на Либо отдать пасту Ну это уже его Такая философия Не знаю У меня нет никаких секретов И я Но тренера ругают Что если его брат не проигрывается Потому что Если ты проиграл Значит ты будешь бегать Трать энергию за шайбой Это конечно Тренера ругают Да или нет Ну не ругают Но Блин Это такой важный момент Вховастует Ты же бегаешь Важный момент То Проще выйти из зоны Допустим Если с твоей зоны Ты выиграл с браслами Ты с шайбой Ты уже пошел В атаку Ловишь шайбу на себя Опять же С защитника А концентрация У вас же недавно был матч со Слованом Причем по-моему Как раз ты был на этом Вбрасывание в конце Вбрасывание Слован Выиграл в вашей зоне Защитник умудрился Не закрыть зону Оттуда пошел гол Телевина В самом-самом конце игры Да-да-да То есть здесь получается так Что как бы Почему тренер Может ругаешься Потому что с этого Начинается цепочка Конечно Нет На самом деле это важный момент Да вот Блин Он очень важный Но Может быть кто-то Да блин я не знаю Вот честно не хочу Я просто Не хочу И Вадима обидеть Потому что Ну Это совет Совет другим этим игрокам Которые У нас же говорят Что хроническая проблема У русских собрался Да Не тренируют слабо Точнее С детства С детства готовят Ну да В принципе когда В любую команду приезжает Легионер-центр Сразу все говорят Что взяли для того Чтобы вбрасывание выиграть Интересно Ну может быть Это всегда Практически В ЦСКА Сколько раз такое было Энквист когда приехал Нет Ну Сергей Викторович Слава Богу Чуть-чуть подучил А как на вбрасываниях играет Дакоста С рогабаритами Ну Нормально Ну Он за счет Брал за счет техники Как раз за счет Там где-то хитрости Неплохо Достаточно Прилично играл Вы кстати Есть объяснение Тому что до сих пор Не можно команду найти? Не знаю У меня лично нет Объяснение Не знаю Но Я сейчас не знаю Какая у него ситуация У него травма По-моему была При этом же Насколько я понимаю У вас же есть еще одна Лиганевская позиция Ну Я не знаю Там Свои дела Не знаю Честно Не общался с ним Не знаю Какая ситуация у него Классный игрок Супер Крутой Снайпер Почему До сих пор Без команды Это Мне тяжело Сказать Ну Понятно Давай перейдем уже К житейским вопросам В конце Насколько Как вообще вы проводите Вас все и выходной Каприв сказал что он там Тренировался Как вот ты выходной Будешь проводить Здесь у тебя нет интервью Что вы будете делать Ну Да Так Как-то с такими Обыденными делами Так по дому Дела какие-то улазил Потому что времени мало Игры-игры-игры Игры Так с женой побыл Немножко с дочкой Так И они раз и пролетели В эти выходные Но так в основном дома Ничего грандиозного Куда-то погулять Сходить Но погода такая Все просто На самом деле Все Поближе к семье Потому что им тоже не хватает Твоей Дочке папу не хватает Дочке сколько? Три-два Еще На хоккей не было? Уводит Почему? Ок Ей нравится Тяжеловато Пока для нее Очень много всего Происходит Потом Да Есть какое-то Большое увлечение Там не знаю Типа там охота Рыбалка Что-то такое Машины В свободное время Есть Гольф Гольф Где? На Хабино? Или в Курке? Нет В основном летом На Морфильмовской А есть там Там Ну она вообще Адрес у него Кутузовский Проспект Самый первый Гольф-клуб Кутузовский Гольф-клуб Он называется Маленький Хороший И в городе Двадцать минут Доехать Так Просто все далеко На Хабино А с кафельником Приходилось? Нет Да какой Какой кафельник Я так Дорогое удовольствие Сколько? Элитный спорт Надо клюшки иметь У меня есть У меня есть Я купил там Со скидкой В Америке Оттуда привез С 70% Скидкой Оттуда привез С собой А из хоккеистов Кто-нибудь играет? Ну Были ребята Играли Ромка я знаю Любимых тоже так Играет Поигрывает Да Зайчишка играл С Никиткой Мы почаще Играли Но он сейчас уехал Иностранцы Я знаю Раньше были Ребята у нас тоже играли Сейчас Сейчас Поменьше С одного удара забивал? Не Не разу А я с кем видео снял Так я помню Да Я видел Реально Ван Холл Да У меня есть такая Места Да Чья идея Чья идея была Поход на футбол На какой? Ну С рима чемпионов Здравствуйте А Как-то У нас Тут Ребята Вовка Жарков У него появилась Возможность Там Через кого-то Там ЦСК С футбольного Сделать ложу И мы как-то Там Она большая Ребятами Так Все Ну такой матч Манчестер Интересно Посмотреть Вообще Иностранцы тоже ходили? Нет Иностранцы не ходили То есть Ни Скотта Ни Робинсона Нет Были только наши Все ребята В 2016 году ты в отпуск поешь Или будешь чемпионат мира смотреть? В 2018 Летом В июне Или Или Да не знаю Посмотрим Хотелось бы посмотреть Мне кажется Только народу будет Столько будет всего Вообще Мне кажется Москва будет вообще Нереальная Какая-то Не двигаться Не ходить Не ездить Будет вообще нереально Не знаю Посмотрим И отдохнуть то надо Тоже Да Об этом и есть А вы кстати Заметили Что в последнее время Скаталисты Вы сказали Да Там их представляли Четверо Мы кстати Завтра С всей командой Собираемся Тоже пойти на их первую игру Завтра же первая игра Завтра же первая игра Завтра хотим У нас как раз сегодня Будет еще интервью Воронцевича Да Ну блин вообще Мне очень нравится У них пришел Испанец Я говорю Испанец Пришел У меня кстати Такой Момент Такой У меня жена Была в магазине В продуктовом Я не помню Где мы по-моему На выезде Ну не важно И говорит Рассказывает мне Еду Ну то есть В магазине Стоят В этом В рыбном отделе Ну и Объясняют Пытаются объяснить Что им надо У меня жена Разговаривает По-английски Ну И она говорит Я вспомнила Как мы с тобой Приехали в Америку Ничего не понимали Ходили как в космосе Мы смотрели Там Поесть Попить В дринк Вотер Там Ничего не можем Объяснить Мне так их жалко стало Пойду Помогу Ну помогла Объяснила Разговорились С женой Родригес 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 Он был И потом Они как-то С женой Его жена Моя жена Пообщались Помощь какую-то Я просто к тому Что Помогла им То что Понимает Что как им тяжело Там И вот Завтра пойдем Я это Если честно С ним Не встречался Не знаю Был очень смешной момент Однажды Футбольные ЦСКА Во время паузы В тренировке Разминались они Зимой В зале И начали играть Баскетбол Трое Шеймбера Рахимич и Красич Против всех остальных То есть там Шесть человек Березунский И эти Втроем их переигрывают Ты сколько забьешь из десяти Или не любишь Из штрафных Кольцо бросил Не из трехочковых А штрафных Сколько тебе Часто поставлю Штук пять забью Помогает Разные виды спорта Менять Да нет Интересно Спорт Интересно Мы играем в баскетбол На разминке С командой С ребятами Что лучше Кстати Потому что В телетрансляции Как правило попадают Кадры Как в футбол Ну не в футбол А так скорее Чекамят мяч А ну это тоже Для разминки Что интереснее Ну вот что полезнее С точки зрения Разминки Поиграть в баскетбол Или в футбол Да ну не знаю Кому как Кому как Больше подходит Я Попинать лучше Люблю так Постоять Попинать Все равно Не знаю Кому как Кто то вообще Не пинает Не кидает У меня Остали 2 минуты На видео Болельщики наверняка спросят Которые посмотрят Видео Что все таки Необычные часы Тебе важно даже В жизни мерить Пульс Все дела Нет Просто удобно Мне они нравятся Не бьются Да Просто Самые простые Все самое интересное Но мне очень удобно Время Здесь все есть Насколько фанат того Что бил Все замерять Знаешь так как ты И даже Мерят сон Глубина сна Сколько то шагов Прошло в день Ну было как то одно время Такое тоже интересно Диета Калорий Есть Ну калорий нет Калорий не считаю Конечно Пытаюсь правильно Как то там Что то кушать А считать это уже Тоже что то такое Как больше к фитнесу Ну мне нравится Такой лайфстайл Как то Мне удобно Мне Комфортно Мне не важно Сколько они стоят Там Паларни Мне удобно Есть часы Есть будильник Есть секундомер Если что А если Браслет Четкий Овечки Специально есть В Афон Там Покупает Живет Есть Какие то Религиозные Ну да У тебя есть На руке У снарка Это В Афон Поехать Специально Нет Ну это Вера Тоже такое Дело Дело Каждого Личное Не знаю Мне жена Подарила Просто купила В церкви На всякий случай Что в шейбе Не попадала Но Я говорю Это все личное Понятно Последний вопрос Такой от меня Какая у тебя Насколько большая мечта Понимаешь Что там Олимпиада Все об этом говорят Кто-то говорит Что эта Олимпиада Будет никакая Там не будет Нахаловцев А кто-то говорит Что это единственный шанс Жизни попасть Что ты думаешь Об этом Насколько это глобальная мечта Всей карьеры Попасть на Олимпиаду Которая сейчас будет Карьера У тебя реально есть шанс Шанс есть Да И Мне кажется Ну волей судьбы Так Получилось Что там Нахаловцев Там не получится Есть реальный шанс Которым Хотелось бы Воспользоваться И Грубо говоря Что-то Запомнить И сделать что-то Своей жизнью Это круто А там то что говорят Какая Никакая Это будет Олимпиада Все равно Для меня это Ну конечно цель И хотелось бы Главное В карьере На данном этапе На данном этапе Да Врать не буду Да Воколу Гагарина Тоже Ну это да Это уже весенние задачи Это на этот Как это называется В бизнесе Отрезки Краткосрочный На другой квартал Квартал Я думал скажет Ну десерт Спасибо А вот Учитывая Эти легонерские истории У вас то везло в команде К вам последнее время Даже дальние легонеры Попадают Ну вот как Робинс Он все знает Ну да Освоившись То есть А вот Что-то можно такое вспомнить Как Как приходилось им помогать Понимать жизнь в России Ну вот Тот же допустим Хьялмар сам Помню что Он в какой-то момент Угодил в Швецию скандал Когда его там пьяным Сняли с самолета Он не вовремя прилетел Насколько я знаю Что он Да Спасибо вам большое Насколько я знаю Что он Дайте Насколько я знаю Что он